Сегодня в телеграм-каналах наша коллега, журналист, который уже несколько дней чувствует себя крайне тяжело, распространила такое обращение. Попасть на КТ теперь со вчерашнего дня. Вышел приказ Минздрава, и теперь на КТ увозят только лица старше 65 лет с усложненным течением и с ненасыщением кислорода. Всех остальных отправляют в поликлинику, где делают рентген. При службе Минздрава, в свою очередь, подтвердили, что КТ исследования теперь проводят только людям 65+, а также больным с низким уровнем кислорода и осложненным течением заболевания. КТ – это метод, наверное, приоритетный, но не единственно возможный. Вот те методы, которые мы в своей рутинной практике, можно так сказать, используем многие годы, такие, как флюорография легких, как рентгенологическое исследование легких, оно не должно нам исписываться со счетов. Мы прекрасно знаем, что вирусную пневмонию рентген может и не видеть. Очень много таких случаев. В общем, с температурой нужно отстоять вот такую клевую очередь. Девятая, третья, четырнадцатая поликлиника. Километровые очереди за направлением на рентген и больничный с самого утра практически во всех поликлиниках города. Люди не могут достучаться до здравоохранения, жалуются в социальных сетях. Такой колоссальной нагрузки не выдерживают и сами медики. Так, сегодня стало известно, что в минувшую пятницу покинул пост главный врач 14-й поликлиники Барнаула Дмитрий Додонов. Некоторые СМИ утверждают, что причина ухода – конфликт с Минздравом. Нам врач разъяснять подробно ситуацию отказался, но подтвердил, что сейчас приходится работать в крайне непростых условиях. Пациенты, которые тяжело болеют, уже готовы платно спасать себе жизнь, идти в частные клиники на КТ-исследования. Но и там по факту отказ с температурой не принимают. Подскажите, пожалуйста, а можно пройти у вас КТ легких? Только по направлению и не для исключения внимания. Лица с подозрением на пневмонию должны быть отследованы в больных инфекционного госпиталя, иначе нас закроют на карантин. Пациентов с подозрением на пневмонию не принимаем, поэтому требуем направления. Если вам выпишут, то с каким-то другим предварительным диагнозом можете к нам не писать. Известно, что в ближайшие дни в Барнауле должны появиться еще два дополнителя КТ-аппарата. В 12-й и 4-й городских больницах. На этой же неделе в край придут дополнительные машины скорой помощи для усиления экстренной службы. Пока же отчаявшиеся пациенты должны каким-то образом, непонятными путями добиваться диагностики и госпитализации. Валентина Скирова, Дмитрий Денисов. День с толком.